Доброго времени суток, уважаемые братья и сестры! Мы с вами двигаемся в изучение послания к Тимофею. И сегодня первое послание к Тимофею, 6 глава, с 3 по 10 стихи. Прочитаем текст. Если кто-то учит другому и отступает от здравых слов Господа нашего Иисуса Христа и нашего учения, согласно с подлинным благопочитанием, тот весь раздулся от зазнайства, но на самом деле ничего не знает. У такого человека болезненная страсть к совместным схваткам и спорам, которые рождают только зависть, раздоры, брань, низкие презрения, бесконечные припирательства людей с извращенным умом и забывших истину. Они смотрят на религию как на источник дохода. Да, религия действительно большой доход, но только для людей, умеющих довольствоваться тем, что у них есть. Ведь мы ничего не приносим с собой в этот мир, ничего не сможем и унести. Если есть пища и одежда, будем довольствоваться этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадают в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в кучину крушения и гибели. Порим все в зол селебролюбия, любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себе во власть нечистых стерзаний. Тема этого текста «Подлинное богопочитание против религиозной жадности». Так вот я назвал. В самом начале этого текста апостол Павел говорит о том, чтобы Тимофей продолжал учить. И также предупреждает, что есть те, кто отошли от этого учения, от понимания подлинного богопочитания, который является Христос. А, соответственно, они, отойдя от Христа, что начали делать? Ну, начали спорить, доказывать свою правоту, что они правильно сделали, попирают истину. На самом деле они уходят от этой истины. И апостол Павел предупреждает Тимофей, что таковые люди есть, были и будут всегда, и будут приходить только в церковь. В то же самое время эти люди начнут в конечном счете думать только о самих себе. А ведь подлинное богопочитание – это думать о Христе, а это рождает и мысли о заботе о тех, кого искупил Христос. В этом и есть подлинное богопочитание. В то же самое время будут те, кто начнут заботиться, то есть отойдя от подлинного богопочитания, начнут заботиться только о себе. Они религию превратят в некий источник дохода. И поэтому подлинное богопочитание противоспоставляет вот этой религиозной жадности. Апостол Павел четко предупреждает, что тот, кто последовал за Христом, не обязательно будут богатыми. Он не говорит о том, что обязательно будут бедными, здесь нужно тоже это понимать, но в то же самое время он говорит, что не обязательно будут богатыми. Человек, который любит Христа, он должен быть доволен тем, что у него есть, потому что на самом деле Бог по богатству, своей милости дал ему гораздо больше. Великое наследие на небесах, великое приобретение, все дано в Боге, все дано во Христе, и мы должны быть удовлетворены в этом. Опять же, еще раз напомню, что это не говорит о том, что теперь мы все, служители там, пускай будут в поки-бытие, там, пускай будут там в бедности. Нет, гораздо выше, да в пятой главе мы с вами читали, что забота о служитах в церкви. А в церкви должна быть. Но в то же самое время это не сама цель, не сама цель разбогатеть на церкви еще о чем-то, тем более, когда в современное время это ложное учение, Евангелие Богосостояния, когда там пожертвовать десятину и обязательно делают, ну, обязательно, сто процентов, все тебе вернется слегка, и ты там будешь богатеть. И люди, к сожалению, от этого начинают статать. Да, они жертвы, они искренне жертвуют, но богатство-то не приходит, потому что механизм не работает. Это не тот механизм. И тогда они начинают, что делать? Ну, разочаровываться в Боге. Вот я все сделал правильно, а ты вот не благословил меня. Нет, конечно, апостол Павел не говорит об этом. Наоборот, он говорит, что верующий человек доволен Иисусом Христом. В этом полное богопочитание. Тот, кто отошел от полного богопочитания, в конечном счете, помимо споров, всего остального, придет к тому, что он начнет пытаться заработать на людях. И здесь, именно вот в этом контексте, апостол Павел говорит, что корень всех зол – это любовь к деньгам. Корень всех зол – это любовь к деньгам. И люди начинают быть в погоне за ними, они сбились с пути веры и отдали себя вот этим вот терзанием во власть неисчислимых терзаний, да, множество терзаний. И то хочу, и это хочу, и денег надо больше. Ну, что, тогда буду обогащаться за счет других. Когда Тимофей получил этот текст, он должен был увидеть это подлинное богопочитание. Подлинное богопочитание здесь противоставлено вот жажде этой наживы. Богопочитание ведет людей к Богу. То есть, если я правильно имею это богопочитание, то люди будут видеть во мне Бога и захотят следовать, прийти к Богу. В то же самое время, вот эта вот жажда наживы, она использует людей в своих целях. Как этот текст указывает на Христа? Ну, в первую очередь, сам Христос обнищал. Он пришел ради того, чтобы мы обогатились. Он – наше богатство, Он – наша надежда. В Нем мы имеем богатство мира, да, богатство мира духовного и физического в том числе. Бог благословляет. Я нисколько это не убираю из поля зрения. Да, Бог благословляет и здесь, и сейчас. Но это не является принципом или центром нашей христианской веры. Сердце Бога. Бог по своему богатству дал нам великое наследие на небесах. Об этом будет сказано все в послании к Ефесянам. Но в то же самое время мы стремимся и идем к этому богатству, к этому наследию. Если вас Бог благословляет здесь, сейчас, да, помните, как мы уже говорили, принимайте с богогодарностью. Если есть какие-то у вас трудности финансовые, еще какие-то, ну, что ж поделать, да. То есть мы все равно остаемся к богогодарному Богу, мы все равно идем, стремимся к Нему, быть с Ним в единении. Это цель нашего богопочитания. Господи, благослови нас, всегда иметь вот эту истинную цель богопочитания. Я благословляю людей, вот тех, кто слушает, те, кто смотрит это видео, чтобы он не был финансовой составляющей, вот, чтобы они были, вот, имели вот эти финансы, да, были обогащены, вот, обогащены здесь и сейчас. Я хочу, чтобы это моя гадать была на них. В то же самое время, если ты учишь чему-то другому, если даешь что-то другое, или где-то и бедность, ну, что ж поделать, понимаем все, Господь, благослови нас, Господь и Иисуса Христа, всегда иметь вот это подлинное богопочитание. Аминь.